И снова, здравствуйте дорогие друзья, здравствуйте братья и сёстры. В данном видео мы с вами вернёмтесь к такой обширной теме, как события в Армении на фоне продвигающегося-приближающегося дня подписания глобального мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Начать данную тему, точнее сказать продолжить данную тему, я бы хотел чуточку издалека со следующей статьи. Вот она. Азербайджан берёт сепаратистов в кольцо. Страхи Еревана начинают сбываться. Да, дорогие друзья, сейчас Армения начинает осознавать тот крах, который она понесла в 44-дневной войне. Она начинает понимать, что армянский народ никогда не простит им то злодеяние, которое совершено над данным народом. Я даже не говорю сейчас про Азербайджан, про народы Азербайджана, про азербайджанцев. Я говорю про армян. А ведь армяне, 30 лет, находясь в блокаде, думали, что они самые непобедимые, что над их улицей, на их улице в скором времени будет такой праздник, равному которому не будет, не было, не будет ни у одной страны мира. Они терпели. Они терпели. И после такого краха терпеть уже им нечего. Им нечего ждать. И армянские сепаратистские-националистические группы начинают понимать, что им в скором времени придется ответить, если не продолжить вот эту кровавую жатву под названием Азербайджано-армянский конфликт, если не продолжать провоцировать к пролитию дополнительной крови, в частности, своего же народа. Почему я говорю, что армянский народ, включая армян, проживающих в Карабахе, начинает это понимать и осознавать? Ну, давайте с вами перейдемте к следующей статье. Прочтемте название для начала. Начался великий исход армян из Карабаха. 6100 автомобилей и 6660 армян покинули бывшую НКО. В частности, о том, что происходит именно исход армян, заговорил не кто-нибудь, а так называемый, в кавычках, министр иностранных дел Карабаха, Давид Бабаян. Он заявил следующее. Это правда. Но начинается исход. Люди просто хотят жить. Не каждый считает себя миссионером или апостолом. Уедут армяне. Оголится фронт. Для нас важно понимать, что русские пришли сюда навсегда. Русские не пришли сюда навсегда. Это как раз таки надо понять Бабаяну. Русские пришли только до того момента, пока не прекратится армянские провокации, пока не прекратится литься кровь в нашем регионе. И при этом Бабаяну стоит вспомнить тот раздел в договоре, который был подписан между Россией, Азербайджаном и Арменией, в котором говорилось об условии присутствия российских миротворцев в Карабахе. А там ведь есть раздел о том, что если одна из сторон будет недовольна, то российские миротворцы покинут Карабах. Как же этот момент Бабаян мог упустить? Но знаете, что интересно? На фоне всего этого армяне Карабаха, которые бегут, в частности из Лачина, из города Лачин, не нужны в Армении. Об них вытирают ноги. Им не дают даже покинуть Армению. Они живут в Армении сейчас на птичьих правах. Им не дают статус беженца. Почему это важно? И при чем здесь понимание армян? Карабахские армяне поняли, что рано или поздно земли Карабаха вернутся Азербайджану. Армяне Еревана начинают понимать, что их использовали определенные силы в Карабахе. Что жители Еревана ни за что отдали своих сыновей. Просто ни за что. Происходит обоюдная обида, недопонимание. Знаете, что интересно, а ведь карабахские армяне должны были понять, что их ждет такая участь. Что они будут тут не нужны в Армении. Неужели они забыли участь остальных азербайджанских армян, проживавших в Баку, в Гянже и так далее. Когда они вынуждены были покинуть Азербайджан по вине самих же армян в Ереване, которые спровоцировали всю эту кровавую баню. Они ведь тоже были не нужны в Армении. Неужели карабахские армяне думали, что для них сделают исключение? Неужели они думали, что к ним не относятся, как к остальным армянам Азербайджана, как к шуртвадцам? Простите, это смешно. Не так ли? Но, продолжая рассуждать, стоит понять еще один момент. Вот это осознавание народа в том, что их использовали, армянского народа, начинает вырабатывать в армянских националистах страх, неописуемый страх. И, находясь под этим, я бы сказал, болезненным страхом, армянство старается бросить в огонь нового конфликта тех армян, которые все еще верят в эти сказочные, мифические идеи о Великой Армении. Опять-таки, о ком и о чем пойдет речь? В частности, о Дашнаках. Дашнаки будут с новой силой бороться за признание независимости и самоопределение Карабаха. Это не те ли Дашнаки, о которых я говорил в предыдущем своем видеоролике, ссылаясь на Илпанзар, которая четко сказала, кто по всем фактам разрушил ту самую мифическую Армению. Это были Дашнаки. Неужели кто-то теперь поверит, что Дашнаки проявляют данный национализм, заявляют о своем патриотизме, обуславливая его любовью к армянскому народу и к Армении? Нет, это их собственный страх. Ведь они 30 лет как раз-таки и являлись одной из движущих сил в отношении сепаратизма в Карабахе. Ведь это они внушали непобедимость армянскому народу. Они во всяком случае являлись главной силой по вливанию в уши армянского народа данной лжи. Они боятся. Боятся, что с них спросят. Но и этого мало. О спросе, который может быть представлен всему армянскому политическому и военному обществу, можно увидеть, тире прочувствовать из того указа, который издал так называемый министр обороны Армении. стрелять по азербайджанцам. При этом даже несмотря на оправданность данных действий. То есть малейший азербайджанец шевельнется, надо открывать огонь. Не страх ли это говорит? Думаю, что да. Думаю, что да, дорогие друзья. Правда, страх у армянства какой-то оригинальный. Они ведь не сами бросятся под пули. Они бросят остальных армян, простых жителей. А потом через некоторое время будут кричать о том, что этих простых армян убили азербайджанцы, совершив геноцид. Они не будут говорить о своей вине. Они же вычеркнули из истории Армении Аванеса Качезнуни, который в отношении геноцида так называемого армян 1915 года как раз таки и говорил о том, о чем говорю я. Только исходя уже из нынешней обстановки. Но не будем останавливаться и на этом. Переходим к следующему статье. Мировое армянство выставляет против Азербайджана новую террористическую организацию. Да, дорогие друзья, новая террористическая организация будет называться военно-патриотическая школа ПОГА, где будут тренироваться люди армянской национальности вне зависимости от своего возраста, от ПОЛа. То есть против нас собираются бросить стариков, детей и все, что осталось. Страшная картинка. В частности, давайте прочтем небольшой момент. По словам Эль Меза, это один из специалистов по так называемому раскрытию лжи об так называемом армянском геноциде, заявляет, с тех, кто присоединится к учениям в этой школе, никакой платы не взымается. Вдобавок к этому, тем, кто пропагандирует ее деятельность в соцсетях, выдается вознаграждение в размере более ста долларов. Интересно, не так ли? Это, видимо, продолжение той же школы ВОМа, тех же лагерей ВОМа, о которых мы прекрасно осведомлены. То есть, армянство не собирается спасать жизни своих армян, они собираются бросить дополнительный уголь в огонь в виде жизни своих соплеменников. Все крайне интересно, но не останавливаясь на этом, мы перейдемся с вами к следующей статье. Пленные в обмен на Карабах. Армянская сторона старается выставить азербайджанскую сторону как армянских торгашей. Почему я так говорю? Потому что неужели кто-нибудь поверит, что Азербайджан будет торговать убийцами собственного народа в обмен на те территории, которые Азербайджан и так уже освободил, а с оставшихся частей бегут армяне? Не смешно ли данное утверждение исходящее от армян? Лачин пустой. Но армянство продолжает, во всяком случае, часть армян продолжает верить в данную ложь. Когда-то Азербайджан уже предупреждал вас, армян, чтобы вы не посылали своих детей, но вы не послушались. И сейчас Азербайджан второй раз заявляет вам ни в коем случае не отдавать своих детей в эти школы боевиков типа ВОМа и та школа, которую я уже заявлял в данном видео. Если вы не хотите, чтобы тела ваших детей вернулись к вам в виде цинковых гробов, нам этого не надо. Но если придется, то к сожалению милости просим. Ну а мы продолжаем. На фоне всего этого обуреваемого армянством страха и ненависти друг другу имеется ввиду ереванских армян, карабахских армян. Армянство в неочередной раз запустило утку в отношении попытки в ближайшем времени совершить убийство Пашиняна. Интересно, не так ли? Кто только не угрожал Пашиняну? Знаете, я вас наверное удивлю, если скажу, что мы все ошибались, когда смеялись над Пашиняном. Кстати, ваш слуга все-таки в меньшей степени глумился над ним, потому что я как говорил, так и буду говорить, что это ученик Ливона Тарпетросяна, далеко не глупого человека среди представителей армянского народа с еврейскими корнями. Далеко не глупого. Видимо, Пашинян успел научиться у своего духовного наставника многим выкрутасам, чтобы оставаться в живых, несмотря ни на что. Но а почему же армяне решили вспомнить о Пашиняне? опять-таки страх, страх, страх перед неким постоянно находящимся возле армян турком. О чем это я? Да, это опять Ил Панзер и вышедший на ее канале ролик. Давайте с вами посмотрим, насколько армянство поглощено этими паническими настроениями, где чуть ли не за каждым поворотом им кажется турок. Давайте послушаем, тире посмотрим. Так, одну минуту, сейчас приступим. Да, вот теперь. тире Тире То есть сложенные пальцы, так как любят делать тюрки, уже наводят страх. Любой, кто пальцами посмеет выставить данным образом, уже для армян является турком. Интересно. Давайте продолжим. Субтитры делал DimaTorzok Так, давайте на этом остановимся и перейдемте к последней статье. Страх во всей своей красе. Панический страх перед турком. Ну и последняя статья. Давайте прочтемте для начала название. Грязная игра Армении. Кто ей в этом потакает? Да кто потакает? Кто потакал армянским боевикам времен Первой мировой войны? Антанта определенной силы в России. Кто помогал армянам в разрушении Советского Союза армянским сепаратистам США и Франция? Встреча католикоса всех армян в 1988 году с президентом Рейганом уже говорит о многом. Поэтому понятно, кто стоит за данными провокациями и почему армяне так в открытую продолжают говорить о продолжении кровавого банкета. Они думают, что США и Франция им поможут. Россия уже нет. Но хотя бы может быть США или Франция. Знаете, учитывая то, как в Америке относятся к Байдену, да и вообще в НАТО относятся к Байдену, думаю, что навряд ли он рискнет последними голосами, которые голосуют за него и поддерживают его ради Армении. В отношении Франции, да, это единственная, возможно, фигура в форме президента Макрона, которая будет оказывать хоть какую-то поддержку армянским сепарам. Больше никто. При этом я хочу еще раз обратиться к тем, кто проживает сейчас во Франции. Я не француз, не гражданин Франции, а гражданин Азербайджана. Но объясните так называемому месье Макрону, что своим участием в затягивании конфликта между Азербайджаном и Арменией, он крайне отрицательно воздействует на взаимоотношения Армении, прошу прощения, чуть не оговорился, Франции и России, дополнительно ухудшая их взаимоотношения. Или ему мало того, во что превратились взаимоотношения Франции и России, тогда пускай продолжает ухудшать их. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я, пожалуй, закончу данное видео. В качестве дополнения в данном видео будут ссылки по событиям в Афганистане и одна статья, которая хоть и интересная и связана с ситуацией в Армении, но на мой взгляд она просто не подошла под тот анализ, который я делал. Вернее, она бы подошла, но я не посчитал необходимым обращать все-таки внимание уж чересчур на каждую статью. Некоторые статьи я просто оставляю в качестве дополнения. Как-то так, дорогие друзья. Опять-таки, я не говорю, что она не важна. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Всем до свидания, всем пока. Всегда ваш Сеидов Кямран. Не забудьте подписываться на канал. Те, кто не подписаны, те, кто подписаны, проверяйте подписку, так как YouTube любит шутить. Ставьте лайки, либо дизлайки. Оставляйте комментарии, потому что все это помогает продвигать видео. И больше народа тогда узнает правду. Также не забудьте делиться ссылками на мои видео в соцсетях, приглашать друзей и знакомых. Ну а я, ваш слуга, постараюсь сделать свои видео на своем канале более интересными. На этом точно все. Всем до свидания. Всегда ваш Сеидов Кямран. До свидания. До свидания. До свидания.